Всем привет! Сегодня будем смотреть iPod Touch. Поехали! Вот так вот он выглядит. Вот здесь мы видим 3,5 дюймовый экран с разрешением 640 на 960. Экран Retina, и он просто классный. Сверху мы видим камеру, вторую, снизу кнопочку Home. Сверху мы видим кнопочку блокировки и включения. С этого бока видим кнопочки громкости, с этой стороны ничего. Снизу мы видим 3,5 миниджек для наушников, 30-пин разъём для зарядки и подключения ПК. И вот здесь вот мы видим... Так, сейчас. Там мы видим динамик. Сзади мы видим яблочко и надпись iPod здесь. 8-ми гигабайтной версии. И вот тут мы видим камеру. Камера снимает в 720p в HD видео. Здесь также мы видим микрофон, чтобы звук был действительно хороший. Вот так вот здесь выглядит блокировка. Ну, давайте сразу покажу вам пример. Вот так вот снимает передняя камера. Всем привет! Не так хорошо, но и не так плохо. Вот так вот. Камера действительно быстро, то есть вот. Качество, сейчас я вам покажу. Вот такое, достаточно неплохое, но ниже среднего, так скажу. Ну, сфоткать иду в Instagram хватит. Что находится вот здесь? Также есть такая вот шторка, как и у Android. Вот так вот вызывается многозадачность. Ну, начнем по порядку календарь, самый обычный. Вот так вот он выглядит. Переворачиваемый выглядит вот так. Ну, неинтересно. Дальше идет фото. И все наши фотографии. Можем вот таким образом прокручивать это все. Можем так. Вот таким образом масштабировать. Можем просматривать видео. И все такое YouTube камера. Заметки. Вот так вот они выглядят. Ничего интересного. Game Center это что-то типа... Здесь, короче, синхронизация со всеми вашими рекордами. Так, есть тут у меня партику вроде бы друзей. Ну да, друзья. Там вы смотрите, в какие они игры играют. И соревнуетесь. Сообщения, подкасты, музыка, калькуляторы и сидя. Снизу Safari, Gmail, App Store и настройки. Кстати, здесь у меня версия 5.1.1. Не прошивал пока на 6.1. И напишите в комментариях, хорошо ли она работает на iPod 6.1. Потому что везде пишут по-разному. Вот так вот это все выглядит. Так, сейчас я покажу, насколько он громкий. Он не сильно громкий, но... Все же. Так, что бы нам выбрать? Вот, например. Вот, здесь находится динамик. Вот такая громкость. Ну, больше слушать не будут, дем, потому что могут забанить на YouTube. Думаю, все, что я хотел вам показать про iPod Touch 4. Всем, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Также подпишитесь вот тут внизу. Всем пока. Удачного дня. Субтитры сделал DimaTorzok